Праздничный стол с угощениями, сотни ребятишек с утра стучащих в двери и ворота. В этот день такое почти в каждой семье, одну из которых постила и наша съемочная бригада. О том, как встретили Ураза Байрам в семье Ашуралиевых из Дербента, в сюжете наших корреспондентов. В праздник Ураза Байрам в семье Ашуралиевых принято собираться вместе. Здесь у каждого расписан день. Детишки ходят за сладостями, взрослые хлопочут на кухне. Как и в каждом дагестанском доме, тут принято с самого утра готовить разнообразные блюда, главными из которых являются пловы-голубцы. Пока женщины накрывают стол, мужчины встречают гостей. В этот месяц есть великая мудрость. Мудрость того, что когда человек постится, он начинает понимать нуждающихся, бедных, кто голодает, кто испытывает трудности. И когда после окончания этого месяца наступает праздник, люди радуются, прощают друг друга, раздают милостынюю. Также предписан в этот день закат уль-фитри, то есть милостыня, которая раздается от состоятельных, пользы бедных, нуждающихся. Айшата Шуралиева, работница духовного управления, преподает уроки Корана, имеет шестерых детей, 20 внуков и 4 правнука. Для всех этих людей она является главным примером богобоязненности и мудрости. Айша Баджи – одна из тех женщин, которая является примером подражания для всех, для всех, кто ее окружает. Это очень набожная семья, религиозная семья. Она сама, ее дети, все на пути ислама, все столпы ислама соблюдают в порядке очередности, как надо. Ураза Байрам – самый любимый и радостный праздник в этой семье. Однако, как бы это противоречиво ни звучало, и один из самых грустных. Для Айшат, как и для многих других верующих, тяжело прощаться со священным месяцем Рамадан. У нас самый счастливый, самый большой праздник – Ураза Байрам, который весь месяц постелись. Все ночи мы поклонялись Создателю, и очень печально, что мы выходим из этого. Нам очень печально, что заканчивается этот месяц. Мы желали бы даже весь год поститься и весь год поклоняться Всевышнему, не забываясь. Праздник Ураза Байрам будет продолжаться еще два дня. Этого времени вполне достаточно, чтобы сходить в гости к близким, либо встретить их у себя дома. Патемат Ханапова, Деут Гасанов, Новости ННТ, Дербент.